всем привет сегодня очень трепетное для меня утро все потому потому что я еду сегодня в гуамку меня пригласили на туристический слет но я там скорее всего участвовать не буду просто буду как зритель еще смогу попасть собственно в гуамское ущелье там день побродить и еще будет 14 у нас сегодня числа байк фестиваль там какой-то вот все это вам покажу сейчас направляю сторону автовокзала давно никуда вот так вот самостоятельно не выезжала радости у меня очень много сейчас пока ехала в трамвае показывала что за бортом у нас утром 17 градусов я сейчас сяду до автобуса на автобус до обширонска на 730 и в 10 часов уже будут там вот у нас вокзальная площадь краснодар 1 впереди меня автовокзал народу утром все равно много и всегда на входе очереди но мой автобус меня будет ждать во внутреннем дворике кстати очень нравится здание вокзала такое красивое ну что ж пойду сейчас покупать билеты ну что я уже купила билет 300 рублей вот стоит мой автобус на нем я и поеду видите сколько утром народу где-то здесь еще стоит автобус на котором я обычно еду домой да там они что уж время 10 часов и я добралась до обширонска сейчас зайду на автобусокзал нужно посмотреть сколько будут обратные рейсы так это было у нас тут я здесь была уже полтора года назад поэтому мне здесь все знакомо на скрыть краснодар так самый последний у нас на 613 так а мне скорее всего подойдет на 4 так забавно видеть какие-то изменения вот позади меня магазин остановка и когда я была в прошлый раз там ее вообще не было построили отсюда же здесь у меня будет потом маршрутка 12 часов до Гуанта магазинчик такой неплохо кто-то поет кто-то поет кто-то поет кто-то поет что за праздник что за праздник где можно увидеть аутентичность города вот в таких местах рынок ярмарка так я ищу выпечку наверное мне надо какую-нибудь булочку в прошлый раз я не была на рынке вон здесь круто это хорошо и надо что-то еще мясное посмотреть так я ищу постиг Такая камера маленькая, в смысле? А, да, хорошая память. А вы не знаете, где здесь вот хлеб, может быть, пекарня какая-то? Здесь свежая. Здесь маленькая пекарня есть. Вы сейчас свернете отсюда? Угу. Вправо. Смотрите, будет написано, у нас в магазине. Угу. Вы к нему свернете и там спросите. Хорошо. Спасибо. Здесь еще и вещеварок. Так, крупный. Угу. 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 Не зах creamy. Здорово. Сидите, деточки. Угу. Угу. Как пахнет, всем вкусно так, ищу. Столько помидоров, офигеть, ничего себе. Ну да, действительно очень большой рынок. Так, я думаю, я здесь уже заблудилась. Арбузы по 5, по 13. Пекарни я так и не нашла, но зато вот здесь вообще продают живность кролики, курицы, индюки, утки. Такого я давно не видела. Звучит музыка. Представляете, мы с вами попали на день города Абшаронска. Ничего себе. Ну, прям насыщенная программа меня сегодня ждет. Конечно, мне скоро уезжать в Гуамку, но мы посмотрим, что у нас тут за движуха вообще. это, видимо, какой-то парк. Возможно, даже центральный. Гулять мне не доводилось по Абшаронску. Только так, знаете, от автостанции до номера. Автобус, дом и так далее. Раз, два, раз, два, три. Один, два, раз, два, три. Один, два. Только много садов. Раз, два, раз, два. Сцена сделана. Один, два. А, нет, так и было. О, как. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Мы там с Кириллом попили, спокойно их сделали. Люди играют, стреляют. Все-таки булочки. Один, два, три. 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 Один, 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 три. Он любит сладкую вату, все продают. Пока размаха нет, я думаю, вечером здесь будет ого-го. Сборки голоса, сборки голоса, сборки голоса. Как пахнет, вы не представляете. Пахнет походом в кино. Тут тоже какие-то свои самоделки продают. Доски расписные. Дети рисуют. Дети рисуют. Собирает. Дети рисуют. Дети рисуют. Восхождение. Присажают. ну что ж час дня на часах которых нет я добралась до главки и сейчас иду в сторону угламского ущелья маршрутка идет ровно час и проезд стоит 88 рублей сейчас посмотрю где располагается моя гостиница но она прям совсем близко и уже дальше пойду гулять еще и надо узнать где у нас проходит сегодня байк-фестиваль вот так вот и встретиться с людьми с которыми мы договорились такие планы в угламки круглогодично туристов достаточно много потому что сюда едут и зимой и весной и летом и осенью я ездил но я ездила прошлый раз например весной здесь очень много гостевых домов логично да все стараются как могут выживать и вот много кстати уже прошла увидела вывесок с тем что вот дома продаются цену тут конечно серьезные на съем жилья сегодня здесь должно быть очень много народу считайте байк-фестиваль тур слет ну и в принципе те кто обычно ездит сюда те кто сюда ездит я имею ввиду туристы ездит кауна 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 а а вот кстати тот самый отель там у них есть хостел вот я после двух часов пойду именно туда заселяться забронировала с помощью букинга с видом на речку отельчик прям впритык ламском ущелье можно сходить посмотреть там где-то мостик должен быть узкоколейка здесь у нас такая мини-набережная у речки здесь у нас мостик через куджипс такие названия что фиг выговоришь как все шатается доехать до сюда вода вернуться что ж вот я добралась до входа гамска ущелье в прошлый раз когда я здесь была проход был открыт а сейчас сделали даже турникеты и не пускают а я так надеялась прийти кстати здесь очень много изменилось я вот не помню этих поршни были они здесь или нет ли статана по лесу вот цены я оставлю ставьте на паузу и если вам интересно то смотрите что 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 Единственное, что здесь никогда не изменится, это наличие сувенирных лавок и рельс. Можно привезти что-то на подарок своим родным. Интересная такая ситуация была в прошлом году. Я также здесь ждала туристического поезда. И заговорили с мужчиной, с молодым человеком. Он тоже говорит, вот я путешествую, вроде бы в Сочи он был. И просто так болтали, и он мне подарил магнитики. Он говорит, я купил тут несколько штук, ну вот вам магнитик. Я такая, спасибо большое. Но как бы неожиданно и приятно, незнакомый человек. Просто такой мелочью порадовал очень. До сих пор помню, магнитик этот висит у меня на холодильнике. Вспоминаю, там написано в Гламском ущелье. Вот такие мелочи, а приятные. Еще в прошлый раз я не платила билет в кассу. Мы садились в вагончик открытого типа. Их, по-моему, два было, потому что не сезон был. Вот, и к нам подходил кондуктор, женщина, по-моему, которая и повезет вас. И я ей платила, было 350 рублей до остановки закусочная или 1700 метров. Вот я вот про эти ограждения говорила, их не было. Но это очень хорошо, это безопасность. Такая вот у нас узкоколейка. Она, по-моему, 70 сантиметров. А обычная должна быть 1150. Ну, я не обновляла эту информацию, поэтому у меня так. По памяти еще с прошлого года. Кстати, если вы не видели вот это мое видео, оно у меня было на старом канале, но в ссылках на новом канале, на вот этом вот, оно есть. Оно еще такое. Такое, не особо профессионально снято, но оно очень атмосферное. И это просто такая поездка, которая меня в будущем вдохновляла на многие поездки. Вот, я возвращаюсь к местам в прошлый раз. Мне не удалось здесь долго гулять, потому что я приехала на маршрутке в час, а последняя маршрутка уходила в 4 часа. Я 3 часа вот тут немножечко походила по Гуамскому ущелью, и все. Ну, то есть, я не успела даже насладиться. Но в этот раз тоже немножечко обломалось удовольствие. Я знаю, что там по каким-то дням можно полностью ходить с утра до вечера. А вроде бы можно ходить еще в обычные дни. После 6 вечера. Ну, как вы понимаете, здесь будет темно уже в это время, потому что горы и солнце не будет попадать. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Народу действительно много. Погода очень хорошая. Ожидала, что здесь будет холодно, но на деле здесь жарко даже, я бы сказала. Ну, конечно, сентябрь – это еще месяц, в котором у нас очень хорошая погода. Сейчас уже созвонилась с мужчиной, который позвал меня сюда, собственно. Вот. И сейчас направляюсь навстречу им. Волнительно. 24 градуса показывает. Ух, байкеры сколько. Да, они сегодня тут жару дадут. Музыка знакомая мне. Субтитры сделал DimaTorzok